Всем привет! Это Таня Плюс Танцер. И сейчас я запускаю серию выпусков из театра Станиславского и Мировича Данченко. Мы привыкли, что на моем канале выходят выпуски с артистами балета. Мы снимаем, как они готовятся к спектаклю, как они разминаются, греются, упражнения полезные от них. Но этот спектакль это очень сложный, можно сказать, продукт, над которым трудятся не только артисты балета, но и очень многие другие. И сейчас мы попытаемся какие-то грани этой работы осветить в этих выпусках. И сегодня поговорим про театральные костюмы. Мы узнаем, как в театре воссоздавали костюмы для балета Дон Кихотт в постановке Рудольфа Нуреева. Друзья, хочу напомнить, что я запустила онлайн-магазин «Ты плюс танцы шоп», где собраны различные вещи, аксессуары, инвентарь. То, что поможет танцорам чувствовать себя в хорошей форме, выглядеть красиво, лучше заниматься. И там есть вот такой прекрасный свитшот. Это оверсайз, один размер. Смотрите, переходите, покупайте. Здравствуйте. Мы сейчас находимся где? В пошивочном цехе. В пошивочный цех, да, в мастерских, где, собственно, и происходит создание этих костюмов. Мы сегодня говорим про костюмы, но, конечно, в рамках спектакля «Дон Кихотт». Расскажите об уникальности этих костюмов, насколько я, как зритель, видела. Мне казалось, что у них какая-то немного эпоха как раз другая, не тот «Дон Кихотт», который привычный для всех. Ну, мы эти костюмы делали, вот, собственно, восстанавливали по костюмам Гамбургского театра. Мы ездили специально в Германию, чтобы перенести те костюмы на нашу сцену. То есть мы приезжали, фотографировали подлинники этих костюмов, снимали с них мерки, зарисовывали все. И все это уже здесь аналогичные ткани покупали и полностью восстанавливали эти костюмы. То есть должны быть как в оригинале. Опять же, все костюмы прорисовали технические рисунки для закройщиков. То есть как это должно шиться. Это общетехнические рисунки, и потом они уже расписывали более подробно с кроем. То есть вот смотрите, у нас девочки все это прорисовывали, все оборки, все складочки, все слои, которые идут. И вот эта вся информация поступает закройщику. И закройщик уже отдельно по меркам, на кого шьется, вот фанданга там, например, сова, да, уже отдельно собирает все это на артистку. Это получается как карта-путеводитель для закройщиков, правильно? Они немножко не похожи совершенно как бы, да, на Дон Кихота, на нашего, потому что пачки совершенно другие, костюмы совершенно другие, потому что если посмотреть на эту пачку, да, то есть у нее форма совершенно не классическая. Да, наши пачки, они практически горизонтальные, а это немножко приспущенная, как они называют, пачка мушрум, грибок. А это чья, даже вот сейчас Дон Кихот, это Дон Кихот на самом деле, я даже не могу понять, кто в ней танцует, какая героиня. Это Китрина Ашерика Микертичева, вот ее личная пачка. Мне нравится этот костюм, он немного, у него есть свой стиль, есть изюминки, такие рюшечки, и такой, такие некие легкие намек бантиков, да, в ней нет обручей, если вы снимали, вы видели, что там нет ни одного обруча, на которых она стоит. Тем самым она создает какую-то легкость, когда ты прыгаешь, она немного с тобой подпрыгивает, типа а-ля платье первого акта, но это уже пачка, да, то есть что-то такое, что показывает твои ноги, твою фактуру, да, твое строение. Те, кто танцует первый раз эту редакцию, да, есть девочки, кто первый раз выходил в этой редакции, наверное, они привыкли к этим костюмам, они видели, да, я танцевала в нашем театре и предыдущую версию. Там, да, были отличались другие костюмы, первый акт был немного ярче, то есть платье было немного краснее такого, да, яркого цвета, у него было много валанов. В этом костюме есть небольшие изменения, в первом акте, допустим, платье очень тяжелое, то есть если вы его возьмете, потрогаете, оно немного такое тяжеловатое. Также и головные уборы, это не от этого костюма, тоже другие совершенно, наши привыкли к более облегченным головным уборам, а здесь они вот все тоже по фотографиям, все восстанавливались. Я не могу это не посмотреть, это очень красиво, это как чепчик, правильно, как это называется, я даже не знаю. Ну, мы, ну, как бы, если фантазийные головные уборы, мы им не придаем таких вот прям специфических, если только классическое название, тогда мы называем, просто называем как головной убор. Вот он, вы видите, да, получается, он жесткий достаточно, и все вот эти головные уборы, они шьются у нас на артистку индивидуально. То есть, конечно, если, допустим, возможно, мы здесь делаем какие-то крепления, чтобы они, допустим, могли поменять, но все равно он идет по голове, то есть с учетом их прически. Пишите в свои комментарии ваше мнение, в какой части спектакля может использоваться такой головной убор. Имеется в виду Дон Кихот в постановке Нуреева. Ну, у меня пока нет даже предположения, только, точнее, сон. Это сзади, да? Это сзади, чтобы этот пучок... Да, ну я даже не вижу себя. Необычные ощущения. А, даже не про... А, на бок что-то? Ну, у вас вот эта бисюльчика по центру тоже. Ну как, Сереж? Красивая? А еще вот красивая штучка, я не знаю, как... Ожерелье, да? Это ожерелье называется. Это к этому учебчику? Это к этому комплекту идет. Ну все, я пошла. Я буду продолжать съемки сегодня, так? Кто-то из артистов очень удивится, чьи это... Дорогие друзья, у меня для вас отличная новость. В этом году, в 2022-м, в Сочи, в июле, состоится летний балетный интенсив от команды педагогов и выпускников Пермского балетного училища. Будет отдельная группа для детей, учеников профессиональных учебных заведений и группа для взрослых, кто любит и занимается балетом для себя. С этой командой я была на интенсиве в 2019-м году и, скажу честно, лучшего отдыха в моей жизни пока не было. Это было идеальное сочетание танца, балета, классики и других видов и отдыха. Программа была примерно такой. В первой половине дня, пока жара, с самого раннего утра мы начинали заниматься, полдня мы занимались, небольшими перерывами. А после мы ехали дружной командой на пляж и вечером проводили свободное время, как хотели. Все вопросы пишите по ссылке в описании под этим видео в топ-линг, а также можете писать мне в Телеграм. Создается один костюм разными людьми? То есть кто-то делает низ, сам пачку, кто-то... Или обычно это универсальные? Нет, у нас получается, что каждый портной шьет костюм от и до, так называется. То есть полностью от начала до конца, до отделки, до пришива каждого бантика они все сами делают. Под ключ. Да, то есть у нас нет такого, что, допустим, кто-то делает бантики, кто-то делает пачки, кто-то отдельные лифа и так далее. А вообще эта профессия, то есть тоже учатся на общую какую-то профессию швейную и потом становятся мастерами балетного костюма? Как это происходит? Или, не знаю, даже мне вот интересно. Но нет, такой специфики нет, прям то, что балетный костюм. Все равно же сначала какие-то основы получают, да. Вот у меня многие портные приходят в театр, они просто бытовые люди. И уже здесь шьют что-то и нарабатывают вот этот опыт бесценный, они нарабатывают уже здесь. То есть им дают вот такой костюм. У нас, знаете, как говорится, каждый эскиз, да, как будто новая работа. То есть они каждый раз что-то придумывают, у них нет такого, что они, ну, пачка и пачка, да, классическая. Она каждая по-своему индивидуальна. Вот у нас, например, если заметили, наши пачки, когда мы шьем, у них уголочки вот эти остренькие, то есть это классические российские пачки. Вот этот вот кружочек, вот эта пенка, да, вот полукругом сделанная, это уже больше иностранные пачки. Вот, допустим, понятно, что это для главной солистки пачка, а для кардебалета. То есть у каждого свой костюм или уже у кардебалета шьется какая-то общая, по общим меркам, не знаю, и дальше как распределяется между ними в платье? Нет, у нас все костюмы, вот, на весь спектакль шьются индивидуально по меркам на каждого артиста. Это просто со сцены кажется, что они все одинаковые приблизительные, шьют, как вот все думают, что потоком, да, по размерам. Нет, на каждую девочку у нас свои мерки, и каждая девочка приходит из кардебалета и меряет свой индивидуальный костюм, они все подписаны индивидуально. И если приходит новый человек в театр, то на него, его вводят в спектакль, то на него будут тоже шить новый костюм? Ну, мы смотрите, мы на каждый спектакль шьем костюмы с запасом, не только сколько на сцене, но еще дополнительные запасные костюмы, потому что и в балете есть запасы состава, и у нас есть запасные костюмы. Если экстренно, то стараются подбирать. Если влезает, мы можем подогнать костюм, ушить по артисту, либо немножко расставить, чтобы комфортно было. Просто я видела этот спектакль, и иногда, вот, в частности, в этом спектакле, например, в картине «Сон», костюмы кажутся очень утолщающими балеринами, не знаю, из-за света, из-за игры света и ткани. Вот не возникало никогда у артистов такого, типа, вот я в этой пачке выгляжу больше, чем они на самом деле? Конечно, я видела артистов вживую, они все вон хрупкие. Скорее всего, у них специфика костюма, она не такая классическая, как классическая наша пачка, да, потому что здесь линия талии немножко перенесена вниз, и получается, и достаточно плотные ткани, что, кажется, они такие большие. То есть наше классическое представление, что пачка горизонтальная, лифик тоненький, там, затянутый чем-то, лёгенький такой, и они всё-таки стройные-стройные. Здесь, может быть, ощущение из-за множества отделки. Ещё ткань очень плотная плотность тела на свету. Но они вообще не очень любят, когда блестят, потому что это действительно увеличивает объём. Ну, артистки не капризничают? Нет, они не капризничают, но мы, в принципе, когда на примерке что-то, они нам тоже подсказывают, как это может выглядеть, как их сделать поменьше на сцене. И по поводу того, как крепятся у нас пачки и у западных артистов, западных костюмеров точнее. Ну, просто многие иностранные пачки, которые нам пришлось рассмотреть, у них лифт с юбкой соединён между собой резинкой. Внутри, внутри на линии талии, внутри они прикрепляются, а вот, смотрите, вот здесь, то есть, получается, лифт с юбкой здесь соединяется на резиночках. И мы спрашивали, почему... Как на подтяжках? Нет, прям такими коротенькими. Много, да, их? Ну, их там по центру, немножечко по бокам, и он соединяется на резинках. Мы спросили в иностранных, почему они не соединяют жёстко, это как мы, прям пришиваем намертво лифт кубачки. Они говорят, наши девочки не любят, когда костюм плотно прилегает, они даже... Наши-то, утяните нас, насколько можно, посильнее. Очень любят, что плотно, чтобы им комфортно было, когда он влитой. А у них, наоборот, они могут там, чтобы даже рука под лифт за... Ну, как бы, настолько свободно, что рука под лифт за... Рука под лифт может пройти, я поняла. Да, то есть, достаточно свободный лифт, что... Интересно, мне даже интересно теперь с ними пообщаться, как же они делают вращение с партнёром. Да, мы тоже говорим, а как вам, как же так удобно? Они говорят, а неспокойно совершенно к этому относятся. А вот как потом ухаживаете за костюмом? Его стирают, чистят, как это происходит? Всё равно там со временем же остаются следы, артисты потеют, это всё понятно. Смотрите, у нас есть отдельное подразделение, да, вот костюмерные цеха именно, которые хранят все костюмы, они следят за ними, за ними с охранностью, стиркой, химчисткой. Мы пачки не стираем, то есть мы стараемся их не стирать, поскольку тюль, ну, это специфическая такая ткань, которая невозможна. Тем более, ну, и кости проставлены в корсете. А тут даже с костями, да? Конечно, да, здесь практически все балетные любят кости, чтобы быть худее и худее. Я просто думала, что наоборот, кости — это редкость в пачках, оказывается, всё-таки. Нет, практически во всех лифах, вот таких вот жёстких, мы всегда ставим кости девочкам удобно, комфортно и форму держит ту, которая нам нужна. И мужской костюм, он, наверное, проще? Или мне только кажется, что проще? Ну, почему-то кажется, что мужской проще? Ну, знаете как, если мы говорим о трико, то, конечно, это проще. А вы тоже шьёте, получается, да? Не покупаются трико? Нет, мы стараемся шить. Конечно, некоторые там балетные могут себе какие-то купить трико классические, но в основном мы костюм шьём от и до. Поэтому и трико мы шьём, а мужские костюмы вообще говорят, что по сложности всегда сложнее, чем женские. Ну, во-первых, у нас всегда специфический балетный крой, чтобы руки поднимались, чтобы костюм не задирался. Это в крое всегда уже заложено. Но, естественно, на примерке, а примерка не одна бывает на артисте, то есть может быть от двух до трёх, до четырёх примерок индивидуально на артисте, мы проверяем всегда, то есть чтобы ему было удобно, комфортно танцевать, чтобы всё поднималось, чтобы костюм при этом никуда не задёрнулся. А тест-драк какой-то есть, он может пойти потанцевать, в нём вернуться? Конечно, конечно. Ну, мы, конечно, стараемся костюмы до премьеры не давать, до генеральных, но если очень специфические какие-то движения или танцы, мы обязательно даём проверить или в класс балетный. Друзья, на этом сегодня всё. Пишите, нравятся ли вам такие выпуски, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.